Первый букет первому в жизни учителю. Нарядные первоклассники знакомятся со школой и одноклассниками. Ответный подарок, красная лента, отличительный знак тех ребят, которые впервые сядут за парты. В их числе и Вика Маскалева. Решение привезти девочку именно в такую частную школу, говорят родители, далось очень просто. Очень много плюсов, не считая то, что школа полного дня, то есть ребенок находится с 9 до 6. Много очень дополнительных занятий, таких как каратэ, рисование, танцы. В первый класс за знаниями в образовательный центр согласия в этом году отправятся 14 первоклассников. Они плюс ученики 2-го и 3-го класса приняли участие в торжественной линейке. Первокласска, первоклассник, у меня сегодня праздник. Для ребят подготовили яркий трогательный праздник со стихами, танцами и песнями. Не остались в стороне и дошколята, они тоже приготовили творческие сюрпризы. Ведь согласие это не просто школа. Образовательный центр посещают дети от одного года. В уютных группах, в том числе с почасовым и ночным пребыванием, есть все для раннего развития и яркого детства. А учиться в школе согласия ребенок может до 4-го класса. Это школа премиум-класса, где приветствуется индивидуальный подход. В классах не более 16 человек. Это позволяет каждому ребенку уделить достойное внимание, с каждым позаниматься. Поскольку это школа полного дня, они не только учатся, но и находятся на продленке во время второй половинки дня. Они выполняют уроки с учителем, занимаются дополнительными секциями. Поэтому у них расписан буквально каждый час, им очень интересно. Кстати, детский сад школа в Сочи 15-й в стране, который год назад был открыт на побережье. Сегодня же начали работать все три сочинских филиала в курортном районе Эмеретинский, в гранд-отеле Жемчужина и во всесезонном курорте Горки-город. Кстати, детский сад школа согласия в этом году во всероссийском конкурсе 100 лучших предприятий и организаций России вновь стал победителем в номинации «Лучшее учебное учреждение». Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.